Привет, друзья! Сегодня мы расскажем, какие бизнес-идеи и какое маленькое производство можно сделать на дому. Подписывайся на канал и погнали к выпуску! Производство керамики. Изделия из глины всегда актуальны. Керамические вазы, горшки, посуда, сувенирная продукция. Все это можно создавать своими руками. Чтобы заниматься таким делом, нужно обладать специальными навыками. Освоить их можно за несколько месяцев. Сейчас проводится огромное количество обучающих курсов, ремесленных мастер-классов. А гончарное дело это вообще перспективный бизнес на дому с минимальным вложением. Чтобы начать работу по производству керамики, нужны лишь глина, собственные руки и печь для обжига готовых изделий. Стоимость печи для обжига керамики составляет примерно 40-50 тысяч рублей. Но ее можно изготовить и самому, существенно сэкономив. Piroprinter. Это простой станок, чтобы открыть свой домашний бизнес с минимальными вложениями. Люди ищут оригинальные подарки для любимых на дни рождения, важные события, ну такие как свадьбы, рождение детей, выпускные и так далее. И различные праздники. Новый год, Рождество, 9 мая, День учителя и прочее. Предложите им заказать портрет, выжженный на дереве в качестве подарка любимым. Люди определенно не получали подобный подарок ранее. Поэтому такой портрет однозначно вызовет вау-эффект. Piroprinter выжигает изображение на деревянной поверхности, создавая работу, сопоставимую с работой профессиональных художников. Piroprinter подходит для выжигания фотографий и портретов. Это высокомаржинальный товар, так как при себестоимости готовой работы менее 50 рублей, их можно продавать уже за 1,5-2 тысячи рублей. Формат А4 выжигается всего за 1,5 часа. Станок работает автономно и управляется с компьютера или экрана смартфона. Расходы на изготовление портрета формата А4, это размер стандартной бумаги для принтера, около 25-35 рублей. А готовая работа форматом А4 стоит 1700-2000 рублей. Производитель станка делится технологией, как круглый год находить клиентов, которые ищут оригинальные подарки близким на дни рождения. А ссылку на станок и бизнес-план мы, как всегда, указали в описании. Так что переходите и изучайте. Производство декоративных свечей. Один из распространенных видов бизнеса на дому – это производство декоративных свечей. Это дело не требует специфических знаний, а также больших вложений. Открыть свое мини-производство под силу каждому, у кого есть творческие навыки и желание заработать. Стартовать можно с бюджетом в 10 тысяч рублей, а технологии изготовления и материалы, используемые в свечеварении, доступны каждому. Начать бизнес очень просто. Гораздо сложнее сделать его прибыльным. На рынке декоративных свечей ручной работы очень высокая конкуренция. Можно даже говорить о том, что людям не нужно столько свечей, сколько их реально производят. Все-таки декоративные свечи – это достаточно специфичный товар. И чтобы добиться успеха, вам придется тщательно продумать весь ассортимент. Вы должны предложить что-то особенное, непривычное. Тогда на ваш товар, конечно же, обратят внимание. Пока все сбегали из России и закрывали свои бизнесы, Марк, Юрий и Владислав решили на своем опыте показать, как они создают бренд Канделябрахом, который сейчас замещает ушедшие H&M Home и Zara Home в России. Они создали телеграм-канал основателей, где каждый день показывают кухню предпринимательства, и как они развивают свой бренд. Сейчас открыто уже 5 магазинов, а на стадии стройки еще 15. В планах до 2024 года открыть 400 больших магазинов. Как они привлекают инвестиции, с какими проблемами сталкиваются, как ведут себя торговые центры – все это на канале «Основатели». Подписывайся, ссылка в описании. Производство сыра. Мода на домашние сыроварни в России появилась несколько лет назад, когда прекратился ввоз иностранных сыров. Предприимчивые люди не растерялись и стали открывать домашние сыроварни. Причем по вкусовым качествам отечественная продукция не уступает импортной. Бизнес актуален до сих пор и имеет огромные перспективы в развитии. Поэтому, несмотря на конкуренцию, вы можете открыть свое производство домашнего сыра. Для этого требуется минимум оборудования и ингредиентов. Освоить технологию производства в домашних условиях может любой желающий. Производство веников для бани. Бизнес на производстве веников для бани – это одна из самых простых и бюджетных ниш. Спрос на веники растет на фоне популярности саун и бани. Поэтому вы без труда сможете реализовать произведенную продукцию. Не будет проблемы и сырье, так как вы можете самостоятельно заниматься сбором березовых, дубовых и липовых листьев, а также прутиков. Начинать бизнес лучше летом, когда деревья зеленеют и можно собирать урожай. Заготовки делаются с июня по август, а вот продавать веники можно в любое время года. Производство искусственного мрамора из бетона. Производство искусственного мрамора как бизнес хорош тем, что технологии достаточно проста и доступны любому человеку, который не связан с промышленной сферой. Искусственный мрамор – это бюджетный аналог натурального камня, поэтому спрос на новый материал постоянно растет. Идея изготавливать искусственный мрамор появилась недавно, поэтому ниша еще довольно свободна. Оборудование обойдется минимум в 70 тысяч рублей, а вот зарабатывать на нем можно 150-200 тысяч. Производство ценников и табличек. При помощи мощного принтера и ламинатора в домашних условиях можно организовать производство визиток, бланков, табличек и прочей полиграфии из полукартона. В идеале владелец такого бизнеса должен быть дизайнером выпускаемой продукции и разбираться в рекламе. Конкуренция на рынке, конечно же, высокая, но вполне возможно занять свою нишу и найти, конечно же, заказы. Например, вы можете заниматься мелкими заказами, которые фирмам большой полиграфии брать невыгодно. На этом сегодня все. Напишите в комментариях, какие бизнес-идеи по-вашему будут максимально актуальны для бизнеса в квартире. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok